Сейчас я более подробно покажу, как нарисовать цветок лилии. Для этого мы смешаем желтую краску, в данном случае это охра, с красной краской, в данном случае это кроплак. Консистенцию краски делаем достаточно жидкую, для того, чтобы кисти было удобно скользить по бумаге. И теперь вспоминаем движение огня. Видите, даже молочек такой получился, немножечко прозрачный. И рисуем лепесточки. Один лепесточек мы можем при помощи двойного движения нарисовать, чтобы он был более объемным. Какой-то лепесточек при помощи одного движения. И вот шестой лепесточек мы рисуем так же, как первый, фактически он похож чем-то на сердечко. Давайте еще раз попробуем это сделать. Сначала центральный лепесток нарисуем, боковые, дальние, и шестой, самый дальний лепесток, вот в открытом цветке, таким образом он смотрится. Вот так более подробно мы с вами можем нарисовать бутон. Видите, мы сначала делаем прямое движение достаточно активное и быстрое вперед, а возвращаемся более плавно и медленно обратно. Вот такие у нас с вами печенцы бутоны. Если мы возьмем с вами более маленькую кисть, она нам поможет создать такие изящные и тоненькие печеночки. Не обязательно брать очень насыщенный черный цвет, мы можем воспользоваться и таким сереньким цветом. Движения прямые, от точки до точки. Ну и каждую тачиночку мы делаем своего какого-то размера. У нас с вами полочек из тачиночки. Стебель рисуем движением дерева. Начинаем его. Если у нас встречается, ну можно так сказать, препятствие на пути движения стебля, не обходите его отдельно от цветка. Лучше приливите движение и выведите его из-за края лепестка. Так наш с вами цветок будет смотреться намного натуральнее. Ну и для завершения композиции нарисуем несколько листов. Все тем же движением огня. Ну, пожалуй, достаточно для нашей композиции будет. И это все. И это все. Субтитры создавал DimaTorzok